Всем большой привет! Меня зовут Аташа Гром. Я очень рада вас всех здесь видеть. Сегодняшний выпуск посвящен премьере документального фильма Никиты Шикова «Облака делают дрифтеры». Конечно, как вы уже поняли, выпуск этого видео посвящается... Да-да-да, я знаю, что в который раз снимаем вам видео про... Про дрифтеров. Но я так понимаю, что в этом месяце это последнее видео, которое связано с дрифтерами, чтобы вас не давить этой темой, не напрягать этой темой. Ну, сами понимаете. Премьера этого фильма состояла 10 марта. Я приехала вроде бы в Ворминтон, но там была настолько огромная очередь, что не все люди могли попасть в это, во-первых. А во-вторых, просто клуб в себя не вместил. Клуб Вольта, в котором происходило все это мероприятие, рассчитан на 1400 мест. Людей пришло раз в цель больше. Но организаторы клуба решили сделать два показа фильма. То есть сначала сделать для одной партии людей, потом сделать для второй. И получилось, кстати говоря, очень прикольно и весело. Я, конечно, обычно встретила кучу своих знакомых, но это уж в порядке вещей, на таких мероприятиях, связанных с тачками. Сам Никита Шиков приходил и представлял свой фильм, поэтому я не буду вам говорить что-то лишнего. Давайте посмотрим, как все это прошло и насколько все это было классно. Секунды. One more time, потому что, ну, потому что вы знаете почему. Потому что мы все не пришли и не успели посмотреть. Как я уже говорил до этого, это фильм, который мы сделали с двумя целями. Две идеи лежало для его создания. Первая идея – это то, чтобы показать за кулисью автоспорта, в данном случае нашего автоспорта, дрифта, что не все так сладко, не все так весело, не все так круто. Куча проблем, куча нюансов, куча эмоций, через которые приходится пройти спортсмена. Для того, чтобы достичь цели, для того, чтобы порадовать вас. И все вот эти крутые тачки и улыбающиеся лица – это немножко не всегда то, что происходит внутри. Поэтому эта задача была показать вам в этом фильме. И второй момент – это лично моя дорога в мечте. Меня многие спрашивают, типа, как стать дрифтером? Там пишут. А как вот это? Ну, нет такого стать дрифтером. Нельзя пойти в институт и научиться на дрифтерах. Нельзя сказать, чувак, ну, идти посиди под этим деревом три дня и станешь дрифтером. Нет, ну и мне такого никто не говорил. Это просто путь, который нужно идти, нужно стремиться к своей цели. Вот путь, который я прошел, мы здесь покажем. Поэтому второй раз начинаем. Ванно-тайм. Спасибо. А, вот еще секс-тик, я думаю. Ого, это... Привет, ребята. Это подарок Никите. Такой некий аванс на новый сезон в компании C.A. Вот давайте я вам поаплодируем. Спасибо. Очень приятно. Ну, а помимо долгожданной премьеры фильма «Облокад делают дрифтеры» в московском клубе Вольта, состоялась еще более долгожданная презентация новой машины пилота российской дрифт-серии Никиты Шикова Toyota GT86 под названием RocketBall. Такого успеха, наверное, не ожидал сам Никита, потому что в этот день посетить это мероприятие собралось порядка 4000 человек. В том числе были приглашены коллеги-гонщики не только из РДС, но и других дисциплин автоспорта, журналисты и, конечно же, сами организаторы российской дрифт-серии. Фанаты и поклонники дрифта уже давно ждали, когда же машина будет полностью готова и выставлена на широкое обозрение. Этого момента ждали с прошлого сезона. Также Никита рассказывает, почему так долго затянулась подготовка этого автомобиля, так как проект был очень сложным и уникальным, и было очень много разных концептуальных решений. Старт нового сезона, как вы понимаете, уже скоро, и ожидания от этой машины очень велики. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я очень надеюсь, что это видео было как можно информативно для вас. Следующее видео будет про Европа Плюс, про открытие студии. Я покажу вам Егора Крида, вашего любимого, и других звезд. В общем говоря, видео про Европа Плюс появится уже в субботу или в воскресенье, там я не знаю, как получится. Соответственно, я была очень рада вас всех видеть, я вас тоже очень-очень люблю, и до следующего видео. Всем пока!